Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Органические молекулы, которые захватывают фотоны и преобразуют их в электричество, имеют важные применения для производства зеленой энергии. Для светособирающих комплексов необходимы два полупроводника, донор электронов и акцептор. Насколько хорошо они работают, измеряется их квантовой эффективностью, скоростью, с которой фотоны превращаются в электронно-дырочные пары, квантовая эффективность считается ниже оптимальной, если имеет место самогашение, когда одна молекула, возбужденная входящим фотоном, отдает часть своей энергии идентичной невозбужденной молекуле, в результате чего две молекулы находятся в промежуточном энергетическом состоянии, слишком низком для образования электрона. Но если доноры и акцепторы электронов лучше разнесены, самозатухание ограничено, так что квантовая эффективность улучшается. ДНК представляет собой привлекательный каркас для создания светособирающих супрамолекул, ее спиральная структура, фиксированные расстояния между нуклеотидными основаниями и каноническое спаривание оснований точно контролируют положение хромофоров. Здесь мы показываем, что углеродные бакеболлы, связанные с модифицированными нуклеозидами, вставленными в спираль ДНК, значительно повышают квантовую эффективность. Мы также показываем, что трехмерная структура супрамолекулы сохраняется не только в жидкой фазе, но и в твердой фазе, например, в будущих органических солнечных элементах, доктор Ханс Ахим Вагенкнехт, профессор органической химии технологического института Карлс Руэ, КАИТ. В качестве каркаса ученые использовали одноцепочечную ДНК, дизоксиоденозиновые А, и теменовые Т, цепи длиной 20 нуклеотидов. Эта длина была выбрана потому, что теория предполагает, что более короткие олигонуклеотиды ДНК не будут собираться упорядоченно, а более длинные, нерастворимы в воде. Хромофоры представляли собой флуоресцентные молекулы перена с фиолетовой флуоресценцией и молекулы нильского красного с красной флуоресценцией, каждая из которых нековалентно связана с одним синтетическим урацилдизоксирибозным нуклеозидом. Каждый нуклеозид был спарен по основанию с каркасом ДНК, но порядок перенов и красных нильских цветов был оставлен на волю случая во время самосборки. Что касается акцепторов электронов, ученые протестировали две формы бакеболов, также называемых фуллеренами, которые, как известно, обладают превосходной способностью к гашению, приему электронов. Каждый бакебол представлял собой полый шар, состоящий из взаимосвязанных колец из пяти или шести атомов углерода, в общей сложности 60 атомов углерода на молекулу. Первая протестированная форма бакебола неспецифически связывается с ДНК посредством электростатических зарядов. Вторая форма, ранее не тестировавшаяся в качестве акцептора электронов, была ковалентно связана через молоновый эфир с двумя фланкирующими нуклеозидами у дизоксирибозы, что позволило спарить ее по основанию с нуклеотидом ана-ДНК, исследователи экспериментально подтвердили, что трехмерная структура супрамолекулы на основе ДНК сохраняется в твердой фазе, это важнейшие требования для приложений в солнечных элементах. С этой целью они протестировали супрамолекулы с любой формой бакеболов в качестве активного слоя миниатюрного солнечного элемента. Конструкции показали отличное разделение зарядов, образование положительной дырки и отрицательного заряда электрона в хромофоре и их принятие соседними бакеболами, с любой формой бакебола, но особенно для второй формы. Авторы объясняют это более специфическим связыванием посредством канонического спаривания оснований с каркасом ДНК второй формой, что должно приводить к меньшему расстоянию между бакеболом и хромофором. Это означает, что вторая форма лучше всего подходит для использования в солнечных элементах, ученые не ожидают, что скоро у всех будут солнечные элементы с ДНК на крыше. Но интересна хиральность ДНК, солнечные элементы на этой основе могут воспринимать свет с круговой поляризацией в специализированных приложениях. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.